А у нас уже эфир и у нас уже следующие гости из компании Альф у нас сегодня такой десант Альф высадился и будем говорить о Черногории Милиш Эрмине и Батрак Александра Девочки, привет. Привет еще раз. Черногория. Ну, знаете что, вот я скажу так, что, конечно, последние несколько лет, ну, скажем так, ну, наверное, 5-6, там, чуть больше, да, вот Черногория так ворвалась, на самом деле, в список стран, посещаемых летом нашими соотечественниками очень активно. Конечно, объясните нам, кто, может быть, этого не знает, почему так происходит, и почему она действительно является популярной, и почему она, наверное, будет держать это первенство же и в этом, и в этом сезоне. Конечно, мы даже не сомневаемся. Для начала хотела бы отметить, это страна, как и вы сказали, повторюсь, которая набирает свои обороты каждым годом все больше и больше, и востребованность посещения этой страны нашими туристами, именно гражданами Украины, каждым годом становится более востребованной. Я попрошу, извините, я попрошу, мне можно помочь как-то, я не могу найти зарядное устройство для компьютера, а он сейчас вырубится, а, сейчас, все, минуточку, ну, вот так вот, у нас прям эфир, таким образом выглядит. Окей, а я буду продолжать. Прошу прощения, да. Касательно преимущества этой страны, во-первых, берет своими ценами, эта страна недорогая, в первую очередь, потому что в тенденции последних событий в Украине, в любом случае, туристы обращают внимание, в первую очередь, на уровень цен, что немаловажно. Поэтому Черногория и востребована. Берет своими красотами, берет своей природой, безумно красивой, разной, как и побережье Черногории, то есть это у нас Адриатическое море, так и, естественно, это север Черногории, где последнее время также стало популярно ездить на отдых. Это, как бы, нюанс такой небольшой, который новичком, наверное, в туризме в этом году будет. Очень много запросов именно проживания в горах. Касательно нашей чартерной программы, а потом уже подробно будем говорить о севере. Касательно чартерной программы в этом году мы также летаем, как и позапрошлом году. Вылеты у нас с Киева начались еще 30 апреля, что очень благополучно мы закрыли, естественно, и майские праздники, и седьмое мы число уже отправили, два рейса, притом не по одному рейсу. Летаем мы в мае месяце по субботам, в июне мы начинаем также летать на десятидневку. Это с 6 июня вылеты с авиакомпании ЕНР, 10-11 ночей вылеты, понедельник, четверг. Также у нас вылеты с Одессы с 4-го 0-6-го начинаются, это Днепропетровск с 18-го 0-6-го, и, естественно, рейсы из Харькова, которые начинаются с 29-го мая. Это не новшество, мы также летали в том году в Харькове, но в этом году, естественно, объемы мы увеличили. Поэтому просим всех обратить внимание. На самом деле сетка приличная, оглашена, то есть из регионов всей Украины вылеты, и в Черногорию тут есть на что смотреть. Достаточно хорошая загрузка, поэтому есть востребованность, поэтому есть смысл летать со многих городов Украины, которые более востребованы, скажем так. Есть еще также у нас вылеты со Львова, они появились у нас буквально недавно. Рейсы начинают со Львова лететь с 9-го 0-6-го, так что возможность летать со Львова у нас тоже есть. Это 10-11 ночей, и по расписанию немножко, естественно, по Львову разнообразно. Каждый вылет имеет свое время вылета, поэтому на это нужно обращать внимание. Касательно преимуществ, о чем бы хотелось говорить, из-за чего наши туристы едут в Черногорию, и что их туда тянет, и они неоднократно туда возвращаются, это, естественно, экскурсионная программа, о которой можно говорить долго и не останавливаясь. Первая программа, которую в основном наши туристы посещают, это «Монтэтнегра-тур», который стоит всего лишь 35 евро, и за эти деньги можно получить наслаждение на все лето, приехать с большими эмоциями, притом рассказывая всем друзьям, знакомым, которые потом поедут и точно так же вернутся с такими же эмоциями. Во время этого тура туристы наши посещают старый город Цетине, это первая столица Черногории, это старый городочек небольшой, у них там проходит обзорная экскурсия, после чего они посещают Цетинский монастырь, где хранятся мощи Иона Крестителя. После этого они направляются в сторону поселка Негуш, это маленький поселок в окружении гор на высоте 1800 метров, там всегда прохладно, очень даже, можно сказать, холодно, поэтому мы всегда говорим нашим туристам, чтобы они обязательно брали верхнюю одежду, чтобы там возможность была накинуть. У них там проходит дегустация, естественно, как можно это пропустить. Чего-то ехать. Да, без этого никак, потому что это обязательно нужно попробовать. Дегустация черногорского паршюта, это вяленое мясо, очень вкусно, безумно, наши слюненькие текут. И, естественно, это черногорский сыр. Им также предлагается черногорское вино, которое очень вкусное, но своеобразное. Тоже на любителя, скажем так. Белое, красное на выбор. И также пиво, тоже черногорское, негушское пиво. И что, оно по качеству как? Я вам так скажу, если на побережье туристы покупают, например, я как бы уже начинаю отличать вкус, например, в горах, все это сделано, произведено. И то, что, естественно, на побережье. А нечего себя, как у вас уже все тонко. Да, вот он профессионализм. Мы всегда туристам говорим, что если у вас есть возможность, едьте в Негуши, там можно купить самый вкусный паршют, очень вкусный, самый свежий. И, естественно, сыр в том числе покупается там. Потому что с Негуши привозят на побережье и паршют, и сыр, и вино, и пиво Негушское. На побережье то, что продается, естественно, производится там. Поэтому покупать лучше там. А дешевле там в горах? Либо цены одинаковые на побережье? Цены, в принципе, одинаковые. На побережье где-то могут на рынке быть и дешевле. Потому что, естественно, закупка идет в объемах, о чем мы замечательно с вами понимаем. Цены в туристической зоне всегда выше, где бы это ни было, безусловно. Потом они после этого вкусного обеда, можно так сказать, направляются в сторону Бока-Каторской бухты. Останавливаются на смотровой площадке и открывается прекрасный вид на Бока-Каторскую бухту, где видно старый город Катор, Пера, самая узкая часть залива Бока-Каторского. И после этого направляются на побережье к своим отелям. Еще одна экскурсия, которая у меня вызывает, безусловно, массу эмоций, это в север Черногории, сказочная Черногория, где посещают наши туристы два каньона. Это каньон Морач и каньон Рикотара. Потом они едут к мосту Джурджевич. И потом едут на заповедную зону, где находится Черное озеро, где у них будет свободное время погулять. В заповедной зоне, безусловно, тишина, покой, птички поют, природа. Вот поэтому после вот такого, знаете, на побережье все кипит, жизнь бурлит, шум, дискотеки, бары, рестораны. А туда приезжаешь просто релакс-релакс. Можно в кофеечек выпить, глинтвейна. Там тоже прохладно. Поэтому на экскурсию, когда едут на север Черногории, всегда мы тоже рекомендуем брать теплую одежду. Потому что температура воздуха, если на побережье 23-27, то там будет это 15-17. Ну, тогда классно. Да, да. Такое, знаете, разнообразие в отдыхе. То есть можно почувствовать и вот это, то есть море, тепло. И, естественно, дикая природа, не тронутая человеческой рукой. И все это сохранилось, и поэтому эта зона на сегодняшний день, она платная, даже туристы, которые приезжают туда на экскурсию, за них наши партнеры вносят определенную сумму, чтобы попасть туда на территорию и прогуляться. И еще экскурсия Котор-Пираста. Я немножко на предыдущей экскурсии вам говорила, что есть возможность посмотреть этих два самых старых города, которые находятся под ЮНЕСКО. Это один из самых старых городов портовых на сегодняшний день. У них там проходит обзорная экскурсия в старом городе, который находится за крепостными стенами. И, естественно, у них будет время дополнительное, где они могут посетить старый замок, который возвышается над городом. Там, естественно, на сегодняшний день остались руины, но это очень красиво. Поэтому возможность тоже такая будет, попасть в туристы, посмотреть на это все. И, естественно, Пираст. Это маленький поселочек. Я вам так скажу, я люблю уединенный тихий отдых, поэтому о таких городах могу... Интересно, работники туризма вообще любят другой отдых? Я не знаю, может быть, да. Уединенный, спокойный, тихий, без людей. Без людей, да. Не обыдай мост, что-то подобное. Везде ты должна присоскать разнообразие. И вот Пираст именно это тот поселочек, в котором на сегодняшний день проживает всего лишь 215 человек, местного населения. И каждый дом, который там находится, это сама история поселка. И напротив этого поселка находятся два маленьких острова. Один остров был искусственно построен для того, чтобы сохранить город, чтобы его не захватили. И на этом острове находится монастырь. К сожалению, на сегодняшний день он не действующий, но возможность попасть туда и посмотреть все это есть. И второй остров – это природное явление. Он весь в зелени покрытый. Тоже есть возможность туда поехать, посмотреть. Естественно, о экскурсии я же говорила, что можно говорить очень долго. Рафтинг, который проводится на каньонах Рикетара и Морач. Это, естественно, посещение стран, которые вблизи находятся. Это Албания, это Босния-Герцеговина, это, естественно, Дубровник. Вот на Дубровнике остановлюсь. Если в Албании и в Боснии-Герцеговине туристам не нужна виза, то в Дубровник те туристы, которые хотят поехать на экскурсию, им нужно заранее открывать визу. Это не есть проблема. Визовую поддержку мы им предоставляем. Заранее? Это здесь еще? В Украине, здесь в Украине. Они там по месту не смогут открыть визу. Экскурсия длится целый день. То есть утром туристы после завтрака выезжают и вечером возвращаются. Многие, может, наслышаны, Дубровник – это тоже один из самых старых городов Европы. Это единственный, наверное, город, который не был ни один раз вообще за всю историю не был захвачен. Потому что крепостная стена в Дубровнике, я еще таких стен не видела. Толщина 3 метра, по которой тоже можно прогуляться, посмотреть. И напротив находится остров Локрум, на который тоже туристы могут поехать погулять, отдохнуть на пляжиках. И отдых тоже предлагается на этой территории. Поэтому это Аскадарское озеро, которое находится на границе с Албанией. Тоже, безусловно, нельзя не описать красоту, где растет изобилие цветов, лилии. И многие, например, черногорцы, когда привозят на экскурсии наших туристов, говорят, это полностью все озеро наше. Албанцы, когда привозят со стороны и со своей, говорят, это озеро полностью наше. Ну и такое. А на самом деле озеро половина находится на территории Албании, половина находится на территории Черногории. Но поделить они до сих пор не могут. По курортам бы, да, хотелось остановиться, еще сделать такой акцент, как правильно подобрать себе отдых, и как правильно понимать, куда им нужно ехать. Вы у нас на слайде сейчас видите карту Будванской ривьеры. Это самый, скажем так, востребованный регион, куда туристы ездят на сегодняшний день. Первый курорт – это курорт Будва, который от Тивата находится всего лишь в 30 минутах езды. Это самый знаменитый курорт, самый тусовочный, с изобилием ресторанов, баров, кафе, дискотек, рынков, супермаркетов, торговых центров. То есть туристы, приезжая на курорт Будва, могут, каждый турист может для себя найти все, что угодно. Здесь преимущество этого курорта – туристы могут бронировать как эконом вариант размещения недалеко от моря, так и отели высокого уровня, такие как Авала, такие как Хотел Будва, один из новых, который был построен позапрошлом году. Это Триканы – один из лучших апартаментов, который в этом году только мы начали продавать. И, естественно, я же говорю, что огромная набережная, вдоль набережной прекрасный ресторан Порто, где можно приехать на обед или на ужин. И ресторан Ядрань. Вот я всегда советую всем посетить этот ресторан, потому что очень вкусно готовят. Морепродукты просто в изобилии, на выбор все, что угодно. Красная рыба, белая рыба, креветки, миди и тому подобное. Вот если брать два этих ресторана – Порто и Ядрань, то одинаковая кухня, немножко отличается интерьер, в Порто это будет дороже, в Ядрань это будет дешевле. Если, например, едет компания, большая компания, даже берем с четырех человек, можно заказать блюда на четыре человека, разнообразие морепродуктов, это будет стоить около 30 евро. То есть на четверых поделить, это даже по 10 евро не выходит. Что очень экономно и хорошо. Если это отдыхает пара, то есть на двоих тоже можно заказать до 20 евро, то есть 18-19 евро. Следующий курорт – это курорт Бечичи. Это один из курортов, который славится еще с 1973 года своими пляжами. Это курорт, который получал не один раз гран-при лучшего пляжа в Европе. Огромная ширина пляжа, достаточно хорошая, где-то 300-350 метров. Это мелкая галька, пологий вход в море. И преимущество этого курорта немножко, наверное, всегда отличалось от всех остальных тем, что на первой береговой линии находится отельная база очень высокого уровня, а уже за отельной базой идет центральная дорога, а потом апартаменты и виллы частные. И они всегда тоже по цене дороже. Вот мы всегда говорим о том, что если туристы хотят ехать в Бечичи, это только отели. Потому что виллы там по цене высокие, но качество такое среднее. И следующий курорт, вот куда нужно ехать для проживания виллы и апартаментов, это курорт Рафаиловичи, бывший рыбацкий поселочек. Все так вот компактненько, уютненько. В стеночку-в стеночку отелей находятся и виллы. Здесь преимущество того, что недорогие апартаменты и виллы, и при том очень хорошего высокого уровня. К примеру, это Новопонта, Монако, когда мы можем... Да, Монако. Мы побывали в Монако и отдохнули. Хорошим номерным фондом, и в то же время цена невысокая. И, естественно, отели также есть. Есть отель 4 звезды, это отель Александра, отели сети Обала, Обала, Обала Плюс, Обала Зелена. Вот их тоже спокойно можно предлагать, потому что те туристы, которые едут в этот регион, для них важное расстояние к пляжу и ценовая политика. Идеально подходит всегда. Мы рекомендуем и с детками отдых, и пенсионеры в возрасте, потому что многие звонят, люди в возрасте хотим поближе к пляжу, но нам порекомендовали Свити Стефан. Но Свити Стефан мы всегда отговариваем, потому что ступеньки, подниматься надо, потому что он такой более ступенчатый идет. Рафаилович и тоже ступенчатый, но варианты ближе к пляжу всегда легче найти. Курорт Прыжно, это за Рафаиловичами находится, это прекрасный поселочек, где находится один из самых знаменитых отелей Маэстрал, где есть казино, и туда приезжает, он работает круглый год, и там проходят фестивали и турниры, покер и тому подобное, полностью казино работает круглый год, и туристов там всегда очень много. Отель находится на первой береговой линии со своим пляжем, и идеальный пляж, пологий вход, мелкая галечка, все ухоженно, и эта зона закрытая. И, естественно, в Прыжно также туристы могут для себя найти апартаменты и виллы очень хорошего, высокого уровня и недорогие. Милочер – это парковая зона, которая идет между, начинается с курорта Прыжно и дотягивается до Свити Стефана. Прекрасная парковая зона, это заповедная зона закрытая, но на сегодняшний день у нас есть возможность предоставлять туристам апартаменты и виллы на территории заповедной зоны, под запрос это всегда возможно. И, естественно, Свити Стефан – это визитная карточка Черногория, о которой мы можем долго говорить, и фотографии Свити Стефана нам встречаются везде, в интернетах, на любой страничке, когда мы вводим только слово «Черногория», мы видим остров Свити Стефан. И многие туристы, когда бронируют Свити Стефан, думают, что мы будем жить на острове. Но нет, мы проживаем на побережье, потому что остров на сегодняшний день закрытая территория. Это отель, который выкупили на 190 лет, уже много лет прошло, около 7, сингапурцы. И там отдыхают только граждане Сингапура. И наши туристы могут приехать только на ужин туда, заплатив за это всего лишь 100 евро. Вообще копейки. И то они приезжают к острову. Порой успеть отдых на Черногории, что 100 евро. Я только хотела об этом сказать. А есть туристы у нас очень высокого уровня, которым бы хотелось попасть, естественно, посмотреть, как там красиво и как там вкусно готовят. Поэтому возможность такая есть, они по прибытию в Черногорию. Наших партнеров могут заказать ужин на территории Аман-Свити Стефан. И приезжая, подъезжая к территории острова, их охрана забирает на машине, привозит к ресторану, они там пообедали, поужинали и точно так возвращаются обратно. То есть погулять им вариантов нет там на территории, в любом случае. Поэтому мы всегда отговариваем, какие бы это виктуристы ни были, не нужно платить таких денег. В Свити Стефани на возвышенности находится прекраснейший рыбный ресторан, где можно покушать всего лишь за 30 евро. Ну вот уже ближе. И наблюдать прекрасную картину с побережья на остров Свити Стефан, на красивейшую территорию парка Милочер. И вернуться с более насыщенными эмоциями, чем с территории, закрытая территория острова. И, естественно, курорт Петровац, о котором я тоже люблю рассказывать, потому что это, в первую очередь, рекомендуем мы этот курорт семьям с детками. Курорт находится в парковой зоне, он весь в зелени. Ни одного курорта я еще не видела. Он полностью покрыт деревьями, кустарниками. Мне кажется, у меня вообще картинка Черногория, она вся зеленая. Она вся зеленая. Но вот в Петровац, он просто утопает. Дабл зеленый. Дабл зеленый, да. И поэтому здесь, в Петроваце, есть отели высокого уровня. Это Монте-Касса, отели Ривьера, Вилла-Олива. И также есть апартаменты. Как экономный вариант размещения, так и апартаменты высокого уровня ВИП. Это Вилловый люкс, это Галя-люкс, которые спокойно могут туристам предлагать, и не сомневаться, никогда по ним не было ни жалоб, ничего. И что хотелось бы сказать, отметить. Все те курорты, которые я назвала, с аэропорта Тивата, самый край, это Петровац курорт, ехать время в трансфере занимает около 40 минут. То есть все близко, комфортно. Но сама Черногория маленькая. Мы с юга, с побережья можем добраться до севера всего лишь за 4 часа. И увидеть, я же говорю, страну, вот и до, за неделю это возможно. Многим туристам мы всегда рекомендуем, которые такие активные, не любят сидеть на месте, брать машину в аренду. Стоимость аренды машины в Черногории от 35 евро. Можно даже найти дешевле, договориться. Там главное улыбнуться, сказать, что мы к вам приезжаем каждый год. А как сказать на черногорском здравствуйте? Добрый день. А, очень сложно. Язык очень похожий. Хорошо, а как же мы решим еще какое-нибудь приветствие? Давайте, я на экзамен как раз дам. Ну, какое-нибудь приветствие сказать такое о Черногорском, чтобы они не поняли, что я знаю. Ну, в аэропорту наших туристов, когда встречают, говорят, добрый день. И когда, красавица. Красавица. Черногорцы просто очень красивые мужчины, и девушки очень все высокие, выхоленные. И когда вот обычно наши приезжают, мы по росту, поверь, я маленькая, да, очень. И когда приезжаем, там мы говорим, красавица, такая маленькая. То есть, ну, на самом деле, язык как бы, вот как-то вроде несложно вообще, на самом деле. То есть, дорисоваться тем, что ты знаешь черногорский легко? Можно легко. Я когда в том году две недели провела в Черногории, и, ну, там, провожала одну группу, встречала другую, то есть, я живу, это маленький поселочек, и меня через, на вторую неделю, когда я приехала группу встречать, мне говорят, а вы здесь в Черногории работаете? В какой компании? Я говорю, нет, я представитель Альфа приехала. А мы так часто вас видим, и со мной на черногорском, и я говорю, пардоните, не знаю. Ну да, окей, нам нужно, ну, скажем-таки, добрый день, скажите владельцу этого прокатного салона красавиц или красавица. Да, красавица. И все, и скидка вам обеспечена, да? И касательно вот той, тот нюанс, который туристы ожидают немножко от Черногории. Вот в Черногории, хотел бы отметить еще такой немаловажный фактор, это европейский тип отдыха. Не нужно ожидать турецких отелей, турецких территорий с Египтом, потому что многие сравнивают. Анимации тоже нет. Есть мало отелей, которые предлагают для деток небольшую анимацию. Это отель «Славянская плажа» в Будве. Это отель «Сплендит» пятизвездочный, единственный пятизвездочный отель в Будванской ривьере. Это отель «Беростар», который минимум что-то может, какие-то мероприятия проводить. И отель «Ривьера» в Петроватце. Касательно вип-отелей, так я останавливаться долго не буду, которые высокого уровня. Это у нас отель «Авала», отель «Беростар», отель «Сантидотара». И также, естественно, отель «Сплендит» пятизвездочный. И в Петроватце, как и я говорила, «Монте-Кассо», «Ривьера» и «Вилла-Олива». Более бюджетные варианты отелей, которые также можно предлагать взамен. Вот «Авала» многие не могут позволить себе. Более экономно хочется, но в то же время, чтобы это был отель на территории бассейна, развлечения, анимация. И мы всегда рекомендуем отель «Славянская плажа», который имеет огромную территорию. Это один из самых больших отелей на территории Черногории. И там возможность есть выбора проживания в трех звездах номерах или в четырех звездах. Отели работают на питание, все включено. Также возможно бронирование и завтраки, завтрак-ужин, комбинация любых вариантов. И как вариант еще вот «Виллу-Оливу» мы предлагаем размещение в виллах. Тоже как бы удешевляет пакетную стоимость для туристов, которые немного хотят сэкономить. Ну, касательно того, что наши туристы могут оттуда привозить, какие сувениры. Вот я говорила, что вкусный паршют, естественно, без этого возвращаться ни в коем случае с Черногории нельзя, потому что это тоже как бы, я всегда говорю, это визитная карточка, частичная. Поэтому проблемы никогда нет, где бы ни покупался паршют, его упаковывают в вакуумные пакетики и удобно перевозить. Сыр привозится, в основном козье привозят. Сколько стоит паршют? Паршют килограмм стоит около от 15 до 17 евро в зависимости от мяса. Это говядина, свинина может быть. Сыр в среднем до 10 евро. Такой вот клубочек будет большой, достаточно большой. Килограмма даже на полтора тянет. И вино черногорское, крыстач, одно из тех, которые я постоянно покупаю, привожу. Вино стоит бутылочно от 3 евро в магазинах. На рынке можно купить литр за полтора евро домашнего вкусного вина, который пахнет виноградиком. Красное это вино? Красное вино. Есть и белое вино, но я бы всегда рекомендовала привозить красное, потому что у них оно более вкусное и такое национальное. Есть свой привкус черногорских виноградников, скажем так. Вот так, то есть уже так тонко. Да. Уже вот не столько тонко. То есть мы чувствуем вкус. Я уже просто морально там нахожусь. Все понятно. Я уже на побережье. И еще, естественно, привозят оливковое масло. Многие знают, что это с Греции везется, но в Черногории тоже есть оливковые рощи. Вот отель Вилла Олива, почему так назван? Потому что он находится на территории оливковой рощи. Вот акцент сделаю еще такой, что этот отель, единственный отель в Черногории, у которого есть свои огороды. Они выращивают все. Помидоры, огурцы, оливки. И это все в ресторане подается туристам. Все свеженько и вкусненько. Эко, знаю, мини-эко-отельчик. Также туристы оттуда могут привезти. Касательно шопинга. Многие спрашивают. Вот это можно привезти. Я не могу ставить слово. Я подожду. Одну мысль какую-то. Но сейчас задам вопрос. Сейчас задам вопрос. Ага, задала. Я хотела Александре задать вопрос. Все забыли. Момент. Уже полный. Уже у нас времени, на самом деле, несколько минут осталось. Александр, давайте. Ну, то есть понятно, что здесь мнение такое общее было сказано. Вот раз уж не так уж много пришлось сказать слов на этой презентации. Вот свое личное впечатление. Какой регион больше всего нравится в Черногории? Вот именно вам. Наверное, всего Будва. Потому что это центр. Это как можно маленькое сердце Черногории. То есть там сконцентрировано абсолютно все. И оттуда можно увидеть Будву и частично побывать во всей Черногории. Но это, конечно, не так. Но все-таки такую атмосферу этот курорт передает все-таки нам. Ну, то есть он такой активный, я бы сказала. Да, он активный. Молодежный, наверное. Молодежный. Но все же в нем есть такая присутствует колоритность, такая Черногория. Окей. Окей. Шопинг. Шопинг. Можно, да? Шопинг в Черногории, я честно скажу, так таковое я никогда не прочувствовала, где бы я ни была. И в Подгорице сказать, что цены отличаются от наших цен, нет. Еще и за курсовой разницы, как бы, ощутимо разница очень сильно. Поэтому шопинг, если хотят все-таки туристы попасть на шопинг, всегда рекомендуем ехать только в Подгорице. Потому что те торговые центры, супермаркеты, которые находятся в Будве, по ценам очень высокие. Поэтому в Подгорице и только в Подгорице торговые центры есть возможность как самостоятельно добраться на городском транспорте, так и, естественно, поехать машину арендовать или же с нашими партнерами. А как в транспорте общественном происходит? Сколько стоит и как? То есть нужно покупать билеты заранее, уже в автобусе покупать как? Все очень просто. Как у нас в поселке, скажем так. Автобусы везде, в маленьких курортах, есть автобусные стоянки. Пришли, сели в автобус, на месте оплатили водителю и поехали. Прекрасно. Вообще, общий язык нашли, объяснили, куда вам ехать, вам даже объясняют, на какой остановке выйти ближе, куда пройти, то есть проблем с этим нет. С Будвы, например, до Бечичи ехать 3 минуты, там расстояние 3 километра, даже нет 3 километра. Стоимость 1 евро. Если едем мы с Будвы до Свити-Стефана, это около 2-2,5 евро в одну сторону на человека проезд. До Петроваца немножко, естественно, дороже, это около 3 евро, потому что расстояние больше всего, там около 20 километров. Если, естественно, брать, это уже города других регионов, да, многие туристы приезжают, отдыхают в Будве и самостоятельно хотят поехать в Котор. Это тоже не есть проблема, с центральной автостанцией в Будве отправляются каждые полчаса автобусы, стоимость до Которая тоже около, до 5 евро, обманывать не буду. До 5 евро, до бара также можно добраться, это ехать около 2 часов, до 10 евро проезд стоит в одну сторону. Как бы проблем нет по передвижению абсолютно, никаких. Ну, замечательно. Окей, что касается того, как выбирать регион, мы обсудили для взрослых, для детей и так далее. Вот я еще хотела бы у вас такой вопрос, наверное, все-таки сейчас Александре, а потом, может быть, он. Вот люди, которые выбирают Черногорию, ведь есть же туристы, турецкие есть туристы, есть египетские туристы, да, вот люди, которые выбирают Черногорию. Кто эти люди, вот примерно средний портрет, да, вот этой семьи, не знаю, человека, вот по вашему опыту? Мне кажется, это люди, которые ищут в туризме что-то такое, которые хотят, наверное, более познать подробно страну. То есть они уже любят такой более европейский отдых, что-то, и насыщенная страна именно тем, что, ну, там есть, в ней сосредоточено все. То есть и море, и зелень, и горы. То есть это те люди, которые хотят в одной стране получить все. Пожалуй, это активные люди прежде всего, да? Да, это должны быть. Потому что экскурсионка активная, потому что, в принципе, ходить гулять по курорту, в любом случае передвигаться, не лежать на пляже, не ограниченно одной территории. То есть люди любознательные. Я еще ни одного туриста не встречала, который бы поехал в Черногорию и лежал 7 дней на пляже. Потому что, когда приезжаешь, ты понимаешь, что ты можешь получить. И то, и то, и глаза разбегаются, ты не знаешь 7 дней, что, ну, сориентироваться, куда успеть поехать и что посмотреть. Я вам честно скажу, была куча раз уже в Черногории, езжу два раза в год, как минимум, еще и в отпуск могу уехать. Притом есть места, в которых я еще не побывала. Да ладно? Да, я вам серьезно говорю. У меня есть пару экскурсионных объектов, которые нужно увидеть. Поэтому я же говорю, что сколько бы туда ни ездили, всегда туристы могут что-то для себя найти. Поэтому ехать на пляже, валяться, территория отеля никогда. Мы всегда отговариваем туристов, не покупайте дорогой отель, не берите all-inclusive. Вы передумаете. А были такие, что вы говорите, отмените, отмените классный отель и all-inclusive. Спокойно не было. Все-таки я вам так скажу, наверное, я бы кричала, потому что я в том году, вау-ля, прожила две недели на all-inclusive. Ну, европейский all-inclusive отличается от турецких, да, там только, естественно, свои местные напитки спиртные и тому подобное. Там сильно не разгуляешься, как в Турции. Но все равно, меня, я в отеле, вот эта закрытая территория, ну, ни в коем случае. Поэтому я на второй неделе уже в офис звоню, говорю, переселите меня, пожалуйста, я больше тут находиться не могу. Вот я был единственный тот турист, который кричал, выпустите меня. Спасите, ну да, кто попадает в лапы уже такой-такой концепции, сложно вырваться. Но если взять правильный выбор, а в данном случае Черногория больше славится тем, что это все-таки апарт-отели, маленькие отели, это завтраки, это прогулки. Ну, именно завтраки в отелях только основное, это там организуете сами себе досуг. То, в принципе, если вам интересен такой отдых, и если вы действительно хотите прикоснуться и приобщиться уже к такому европейскому курортному отдыху, я бы сказала, вот я как-то курорт это называю, да, вот курортный отдых, это какое? Это когда ты ходишь, прогуливаешься, когда у тебя есть променад, когда ты посещаешь разные места, а не отельный. Вот так, да, то у вас есть прекрасная возможность начать с Черногории, ну, либо продолжить, если вы уже поклонники Черногории, продолжить компанию Альф. И в Черногорию упрощенный визовый режим, что... Нет, визовый, вообще упрощенный, в том смысле, что мы штаб же ставим, вот, поэтому красавчики и красавцы в Черногории ждут вас, и наверняка вы получите массу удовольствия. Если у вас остались вопросы, то вы можете посмотреть наши предыдущие эфиры, да, мы о Черногории уже говорили, либо просто звонить в сеть Агент Горячих Путевок и просить туры от компании Альф, и уже узнавать подробности. Опять же, если вы только сейчас подключились к нам, вы можете отмотать обратно и послушать, откуда летает компания Альф в Черногорию, из каких городов, а это почти все крупные города, ну, вот, регионы, в которых люди активно путешествуют. Спасибо вам, спасибо, опять за путешествие. Такое, знаешь, как обычно, это такое эмоциональное, активное, такое жизнерадостное путешествие в Черногорию. К сожалению, мне вот столько складывается таких общений, что уже и, вроде как, ехать не надо туда, я уже там побывала. Так надо ехать. Так надо же. Надо. Вам надо? Давайте, езжайте. Езжайте. Езжайте.